Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня в 18 часов вечера в ДК «Профсоюзов» состоится презентация шоу-программы под названием «Кинопробы». И о том, что же это будут за кинопробы, кто их пройдет, а кто нет, мы сегодня будем говорить с создателями этой программы, а именно Мария Кленина, руководителем детской студии «Трафик», и Денисом Быковым, руководителем театра «Вип-шоу». Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, Денис! Я вас поздравляю заранее с тем, что вам предстоит испытать сегодня. Потому что мне кажется, что это все равно волнительно, очень долгожданно как-то всегда и приятно. Для вас это самое проблемное время перед концертом или все-таки вот есть элемент удовольствия какой-то в этом? Нет, репетиции всегда сложны, это и физически, и морально, потому что и времени очень мало, всегда кажется, что 24 часа в сутки не хватает. Всегда не хватает одного дня, согласитесь? Да, времени. У вас тоже его не хватает. Концерт — это все-таки эйфория в любом случае. Ну, для нас это сегодня праздник, действительно настоящий праздник, соединение двух замечательных коллективов. Вот когда это соединение произошло, мне интересно, исторические факты сейчас? Ну, историческое событие произошло в июле месяце. В июле месяце с замечательной Леной Соловьевой, которую все знают и все любят. Она, к сожалению, вот сегодня не пришла. Да, сегодня, к сожалению, ну, у нас предконцертная суета, поэтому сегодня присутствуем мы. Это событие произошло в июле, когда мы обговаривали с Леной, как это будет, что это будет. И вот почему-то сразу было название «А давайте кино». Кино — это обширный мир, то есть мир, который знаком абсолютно всем. И поэтому мы решили, что это будет 7 декабря, кинопробы. И вот все это время мы готовились, шили костюмы, репетировали. Денис, но тут еще важно пояснить один момент, да, вот важный для... Почему кинопробы, да? Потому что вип-шоу — это, собственно, есть театр двойников, да? Ну да. Фактически. Поэтому вот где-то вот... Ну, как связать танцы отдельно совершенно существующие, замечательного коллектива «Трафик» и шоу двойников? Вот это вот не совсем понятно. Как вы эти два понятия будете сливать? Воедино или как-то вот фрагментарно? Как так будет? Да. Это будет просто одно сценическое действие. То есть это спектакль. То есть вот, допустим, танцы студии «Трафик» — я могу сказать, что это настоящее искусство в нашем городе, потому что это и актерское мастерство, это прежде всего и хореография, то есть это и пластика, это и движение, то есть это... Театр вип-шоу — это где-то комично, где-то драматично, но, тем не менее, в этом мероприятии будут браться за основу несколько эпох. То есть эпохи французского кино, советского, российского, зарубежного, то есть мирового кино. И, допустим, если у нас идёт блок, например, ужастиков, то есть у нас, например, грубо говоря, ходячие мертвецы, а у них тут же чёрная магия, и то есть всё это переплетается воедино. Да, любое творчество, но всё-таки его можно связать, потому что... Да, действительно, ну мы разные, конечно. То есть по-вашему хорошо получилось? То есть слились хорошо? Нам нравится, да. Мы любим друг друга. Вы как-то продолжать будете вот эту вот традицию? То есть у вас уже есть какие-то вот планы ещё? Вообще совместная работа, она очень интересная тем, и как бы мы делимся и опытом, и всем остальным. Я думаю, безусловно, конечно, мы продолжим, может быть, не через год, конечно, но через два, через три мы что-нибудь обязательно повторим. Вот мне интересно насчёт опыта, да, вот что могут люди, которые пародируют известных артистов, да, в этом случае кинозвёзд, и люди, которые танцуют, вот каким опытом можете принять? Да, различным, даже от проведения репетиции самой, то есть и манеры общения между собой, и вплоть до того, что, ну, например, мы у ребят взяли актёрское мастерство, они очень в этом талантливы, у них очень много всяких подходов различных, то есть они с такой скоростью перевоплощаются из образа в образ, это на самом деле очень интересно. А сколько у вас артистов, Денис, кстати? У меня всего 10 артистов. То есть 10... В трафике гораздо больше. Ну, в трафике, да, человек 25 точно, это помимо детей мы участвуем в концерте. То есть у вас каждый артист, получается, изображает не одного человека, да, Даша? Конечно, конечно. У нас универсальные абсолютно артисты, и вот сегодня, я думаю, благовещенец в этом убедится, потому что есть у нас актёры, которые, допустим, Андрей Чернышов, человек, который, да, перевоплощается и Монро, и Людмилу Гурченко, и Людмилу Прокофьевну. Мужчина, то есть ты нравится? Мужчина, мужчина. И тем не менее, это не смотрится как-то вызывающе или пошло. Одесса смотрится очень со вкусом, я считаю. Похоже, Мария, просто как сторонний наблюдается. Похоже, похоже. Вот правда, это искусство прям перевоплощаться в человека. Слушай, ну до сих пор, кстати, была уверена, что если танцем действительно можно научиться, да, любому человеку, то быть двойником, ну это надо родиться. Разве нет? С этим надо просто, как вам сказать, вот не то, что родиться, вот нужно уметь прожить судьбу другого человека. То есть стать этим человеком, это очень большой труд на самом деле. Так же, как вот мы, допустим, смотрим на наш любимый трафик и видим, как они перевоплощаются. То есть каждый танец, каждый номер — это разная жизнь. Абсолютно они разные, всегда абсолютно во всём. И вот мы смотрим и говорим, какие они молодцы, то есть как они актёрски перевоплощаются. Ну, естественно, будем тоже стараться так же в будущем танцевать, будем у них принимать опыт, потому что они… Душа там целовала. А так они, конечно, молодцы. Что касается материальных затрат, материальной составляющей этого мероприятия, потому что я думаю, что оно наверняка не дешёвое удовольствие. Любой концерт требует и костюмов, и грима, и много чего. Вот дорогое это удовольствие? Очень дорогое. Очень дорогое. Очень дорогое. Не буду называть сумму, но, допустим, для нас вот этот опыт именно кинопробы, то есть мы не использовали костюмы из прошлых программ, потому что они попросту не подходили. То есть приходилось шить абсолютно, допустим, если Мерлин Монро, значит уже Мерлин Монро. Если служебный роман, значит служебный роман и прочие-прочие звёзды. Для нас это было вообще с нуля. То есть мы начинали костюмы шить с нуля абсолютно. У нас попроще. У вас резерв есть, более-менее мы обошлись без серьезных затрат. Я знаю, что в этой программе будут и дети в том числе выступать, будут какие-то детские номера. То есть они тоже как-то вошли во все это? Конечно, конечно. Скажите, а танцоры случайно не заразились? Вот мне очень интересно. Вот эти вот перевоплощения, не захотелось? Ну, пока не слышала, посмотрим. Может, дети в студии там будут бегать у нас. Денис, тогда у меня к вам вопрос. Скажите какие-нибудь секреты. Расскажите, как можно из одного человека сделать другого какими-то ухищрениями? Наверняка, что у вас есть какие-то свои уловки. Конечно. Как это делается? Вы знаете, это, во-первых, профессиональный грим. Во-вторых, это могут быть парики, накладные носы, то есть ресницы. Вы используете накладные носы тоже? Конечно. Мы используем все абсолютно. Все, что может приблизить нас к образу, мы все абсолютно используем. Тут главное, чтобы человек был именно той комплекции и роста. А все остальное не так важно? А все остальное можно сделать, поверьте. Ну, еще нельзя только сделать актерское мастерство. То есть тут надо прожить, тут надо быть этим человеком. И тут самое главное – жить. Танцевальная школа у нас в Благовещенске, пожалуй, достаточно сильная, да, Мария? Мне так кажется. Ну, разве-то, да. А вот что касается здесь, вот вы говорите о том, что и грим профессиональный нужно накладывать. Тут много всяких нюансов. Где учились? Именно я? Да. Я заканчивал колледж культуры, именно специализацию режиссура. Опыт работы у меня уже 10 лет, вот, поэтому мои актеры, в принципе, это по большей части выходцы тоже колледжа в культуры, то есть, или хореографических колледжей. Вот, кстати, хочу заметить, что у меня очень много хореографов. Все, Мария, вы поняли уже, что, видимо, все-таки оттоп какой-то будет, да? Ну, Денис, так как вы писали, я знаю, сценарий этой программы, да, у вас вот как-то вот с Еленой Соловьевой тоже, да, директором «Трафика», все-таки она режиссером является программ «Трафика», да? Вы являетесь режиссером собственных программ. У вас какая-то конкуренция была определенная? Вы знаете, нет, абсолютно с Леной у нас нет конкуренции, это, скорее всего, творческий тандем. Я очень такой сам по себе сложный человек, очень редко схожу с людьми, но Лена Соловьева, мне просто невозможно не влюбиться. Мы абсолютно творческий тандем, мы спокойно все это сделали, спокойно все это придумали, сделали все это на сцене, то есть мы друг друга дополняем. А это очень большая редкость творчества. Да, действительно, это человек тот, который помогает при любой, вот у нее все, за любую программу, за которую она не берется, у нее все получается. И всегда успех. Всегда, да, успешно, как бы. Сколько времени потратили на написание сценария и подбор материала, потому что я знаю, что всегда подбор музыкального материала, он занимает определенное количество времени, да? Ну, вся эта работа, ну, больше, чем полгода, это точно. Месяца 8-9, да. Все это вынашивалось, все это планировалось. Да, но трафик так не готовится. Нет, я знаю, у вас по-другому. У нас все по-другому, у нас все быстрее. У вас Елена вынашивает в голове, это, видимо, задумку долго. Да, потом взрыв нам дает, все, мы его воплощаем. Как мы на ее говорим, Лена Соловьева, как Луида Финес, человек-оркестр, это точно. Вот скажите, какие зрители придут на ваш концепт? Кому вообще стоит прийти? Есть ли еще билеты? Ну, на самом деле, скажу так, билетов, в принципе, уже практически нет. Вот так вот. То есть, если кто-то сегодня успеет еще последние купить, ну... Бегите срочно. Да, бегите срочно, потому что билетов очень мало. Это шоу раскупилось очень, довольно-таки заранее, скажу так. Вот. Аудитория будет абсолютно разная. Ну, в основном, это взрослая аудитория. Тем, кому знакомы эти образы, эти кинофильмы, Т.О. образы и ликвидации пасса. ...эти образы...